Ленинский мемориал, который является символом города и всего советского модернизма, стал главным объектом выставки Борис Мезенцев «Творческий поиск архитектора» в Музее градостроительства и архитектуры Симбирско-Ульяновска. Именно выдающемуся архитектору послевоенного периода, тогда уже лауреату Сталинской премии второй степени, Борису Сергеевичу Мезенцеву, было поручено создать дворец-памятник в Ульяновске. Работать необходимо было в очень сжатые сроки, и он справился со своей задачей. Закладка зданий произошла 22 апреля 1967 года, а открытие комплекса состоялось 16 апреля 1970 года, к столетию вождя мирового пролетариата. На выставке в Ульяновске Музей архитектуры имени Щусева представил подлинные проектные материалы Бориса Мезенцева. Теперь жители Ульяновска и гости города могут прикоснуться к истокам создания Ленинского мемориала. Самая красивая часть нашей коллекции – это подлинная архитектурная графика, когда рождалась вот эта идея произведения архитектурного, когда детали отрабатывались. Все это ведь происходило на бумаге совсем недавно. И вот эти листы потрясающей красоты, которые, конечно, очень трудно хранить, трудно экспонировать и трудно перевозить, но, тем не менее, мы счастливы, что нам удалось сюда доставить эту потрясающую проектную графику. У Бориса Мезенцева была насыщенная творческая биография. Он откликался на все вызовы времени. В первые послевоенные годы Борис Сергеевич активно включался в работу по восстановлению разрушенных войной городов. По его проектам строились железнодорожные вокзалы в Смоленске, Хариковой, Витебске, Бородине, Ярцеве. Вехой для Зодчего стал проект высотного здания у Красных ворот в Москве, над которым он работал совместно с Алексеем Душкиным. Также можно увидеть материалы с проектированием центра города Ташкента в духе модернизма. На основе в том числе и этой работы Мезенцев сформулировал новые градостроительные концепции, за что ему была присуждена ученая степень доктора архитектуры. Участие в том, чтобы эта выставка состоялась у нас в Музее градостроительства, приняло очень много людей. Конечно, в первую очередь это музей Московской Щуси, музей архитектуры, который привез нам подлинные работы Мезенцева. Это замечательный совершенно архив московской технической документации, который предоставил нам возможность показать те документы, связанные со строительством Минцентра, которые никто широко не видел, и они были неизвестны. Мы очень благодарны семье архитектора. Благодаря семье архитектора и его внуку, который тоже является архитектором и носит имя Борис, на выставке можно увидеть личные вещи Бориса Мезенцева, его удивительные акварельные работы. А объемные макеты работ Бориса Мезенцева помогла сделать архитектурная мастерская «Симбирск проект». Этот выставочный проект можно считать частью большой, огромной работы, которую готовит заповедник, наши криведы к открытию мемориала. То есть через какое-то время будет открыт мемориал, и мы надеемся, что там будет гораздо большая, хорошая выставка, посвященная нашему уникальному советскому модернизму в нашем городе. И, конечно, одному из руководителей, который создал весь этот ансамбль, эти объекты, это Борису Мезенцеву. Завершает выставку эскиз его последнего проекта «Мавзолея первого президента Вьетнама Хо Ши Мина», датированного апрелем 1970 года и реализованного в Ханое в 1975 году уже после смерти автора. Посмертно Борису Мезенцеву была присвоена Ленинская премия за архитектурный проект Ленинского мемориала в Ульяновске.